Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает мужчина, Петр, рассказывает историю о том, что он из неблагополучной семьи. На протяжении его детства отец употреблял алкоголь, из-за чего с мамой у них были скандалы. Петр говорит о том, что разделял позицию мамы, то есть был на стороне мамы в основном. И, в общем-то, к отцу получается так, что близости особо не ощущал. Петр рассказывает историю о том, что мама и бабушка тянули семью. Вот, Петр говорит о том, что, значит, бабушки были живые, говорили, что мой отец ведется, это неправильно. Когда закончил школу, пошел в колледж, родители и бабушка нашли квартиру со старушкой, с которой я жил три года. Далее Петр уточняет, что карманы, деньги, которые мне давали родители, это были деньги только на период на проезд от них до старушек, у которой я жил и обратно. Все, больше денег я не видел. К чему это, вот в данном случае, к чему это вы написали, Петр? А я, честно говоря, не очень понимаю, да, то есть к чему вы это написали, что вы хотели этим сказать, да? То есть вы здесь про то, что вам должны были больше денег выдавать, или вообще не должны были денег выдавать. Честно говоря, вот я как-то вот не уловил, не уловил я как-то контекста того, в котором вы об этом говорили. Вот, но продолжаем, и Петр рассказывает историю о том, что, в общем-то, жил он вот так вот достаточно сжато, потому что не мог, с одной стороны, пойти на работу, потому что тогда бы бабочки стали бы отдавать ему, в смысле Петру, свою пенсию, вот. И, соответственно, у Петра, получается, было чуть ли не постоянное чувство вины, вот. Ну, а при этом, как бы, да, все вот подростковые и обычные желания молодого человека у него, как бы, были. Вот. Далее опять Петр говорит про деньги, что, значит, старушки, у которых я жил, давали 2000 рублей на питание, за колледж платили, но эти деньги никогда не были у меня в руках. Но, опять же, не совсем понятно, к чему вы, Петр, это говорите. То есть, как бы, каким, ну, каким смыслом, каким контекстом, вот в данном случае, да, вы наделяете вот эти вот моменты, связанные с деньгами. То есть, как-то вот, ну, возможно, вы хотите что-то сказать, да, и, возможно, я мог бы догадаться, но дело в том, что догадываться не совсем в моем, как бы, стиле, да. И вообще, мы, как бы, психологи, мы не занимаемся кабаном, потому что вы хотите что-то сказать, да, то, соответственно, лучше говорите, вы говорите прямо, да, бы не было каких-то вот, значит, ну, соответственно, разночтений. Вот, потому что нет ничего хуже, чем какие-то вот, условно говоря, недопонимания, недопонимания между людьми. Вот, значит, Петр говорит, что, соответственно, что денег у него не было, но, как бы, и работать он тоже пойти, в общем и целом, не мог, потому что это вызвало бы нежелательные для него последствия для баб... Ну, для бабочек. Вот. Поскольку отец пил, мама и бабочка тянулись из последних сил, я не мог просить у них больше денег, хотя в это время мне надо было учиться и дружить с девочками, завести, завести друзей и ходить на вечеринки. В сфоре у меня не было, да, то есть подавление. Потом из-за невостребованности, специальности по колледжу я пытался работать в одной организации, где получал, в лучшем случае, 2000 рублей в месяц в стране, обучаясь в институте на эту же специальность. Получив диплом юрист, я сменил сферу деятельности, пошел работать в школу учителем, почему не юристом? Правильно, обучаюсь в институте. Первый год, работав в школе, я ушел из дома родителей, хотя работал в том же поселке, снимал себе отдельное жилье. Это хороший, весьма хороший, весьма хороший поступок, да, но опять же, вот как-то контекст этого, то есть вы ушли, что для вас это, что для вас это значит, ушли ли вы, потому что, грубо говоря, вам так хотелось, или вы ушли, потому что не было другого выбора, да, как бы. Вот, чувствовали ли вы себя, например, свободным в этом или нет, это все как-то вот в данном случае остается за гранью. Ну, то есть, ну, за кулисами. Вот. Дальше. Работал в школе, мне могло получаться искать себе девушку, но я не знаю, как это делать, мне стыдно подходить и знакомиться. Сейчас, если девушка ко мне подходит, только за помощью поработать. Повторюсь, мне 30, взять в этом году 5 класс 2010 года рождения, я понимаю, что по возрасту они могли бы быть моими биологическими детьми, если бы не ряд обстоятельств. Сейчас я в депрессии, считаю, что последние 14 лет своей жизни я прожил зря, отношений нет, любви нет, детей нет. Приобрел только 3 диплома, один из которых красный и квартиру в ипотеку. Как мне вылезти из депрессивной ситуации, я не знаю. Ну, совершенно очевидно, что вы не знаете, если бы вы знали, то вы, наверное, не обращались бы к нам на сайт. Смотрите, ну, во-первых, я думаю, что он не личный будет. В качестве профилактики обратиться крачу, вот, к клиническому психологу-психиатру, вот, для того, чтобы вам, соответственно, соответственно подтвердили или не подтвердили наличие у вас заболевания депрессии. Потому что если такое заболевание у вас есть, то как бы психотерапия вам, ну, в общем и целом не поможет, да? Вот, это первое. Второе. Что я вижу исходя из вашего рассказа? Ну, первое, что я вижу, это, пожалуй, первое основное, что я вижу, это то, что изначально вас обесценивали. Обесценивали, ну, в рамках, обесценивали в рамках, в контексте, так скажем, вашего папы. Это вот, на мой взгляд, очень сильно бросается в глаза. Вот. То есть, как бы, отец, да, есть отец. Его принято, значит, скажем так, его принято порицать, да? Отца принято порицать. И принято требовать от вас, чтобы вы не были как отец. Вы говорите, что вам жаль вашу маму, совершенно четко при этом, давая понять, что вы принимаете ее жертвенную позицию. Потому что ваша мама, находясь в отношениях с зависимым партнером, в данном случае это ваш отец, находясь в отношениях с зависимым партнером, сама является созависимой, вот, то есть невротичной, потому что, ну, проявление невроза это как раз вот история про то, что мне, грубо говоря, в отношениях плохо, вот, да, мне в отношениях плохо, но я в них как бы все равно нахожусь. То есть я как бы из отношений не выхожу, несмотря на то, что мне в них плохо. Вот это вот проявление невротицизма в данном случае, проявление невроза. Вы принимаете мамину позицию, принимаете мамину позицию жертву, тем самым подкрепляя ее, в общем-то, в такую вот модель, да? И как бы, ну, поддерживая ее состояние жертвы, вот. В свою очередь они накладывают на вас определенные обязательства, вот. Генерируя у вас с одной стороны чувство вины, с другой стороны тот тотальный стыд, потому что отец, вот. Спаситель лишает вас опоры на себя, вот. И все, отсюда у вас тотальное, тотальное неверие в себя, отсюда у вас отсутствие адекватной модели мужского поведения, потому что отец полностью дискредитирован, а от женщины вы получаете, соответственно, только, ну, только чувство вины, по большому счету, да? Вот. И, в общем и целом, это все как бы образовывает ситуацию, в которой вы оказали. Соответственно, проработка детско-родительских отношений, отношения необходимо работать с вашими комплексами, вот. С вашими интересами, потому что вот то, как вы говорите о семье, да, вот, ну, несколько вызывает вопрос, в том смысле, что, конечно, в том, чтобы создавать свою семью ничего плохого нет, вот, но в том, что вы как-то, на мой взгляд, явно достаточно используете и видите это для того, чтобы обрести, обрести какую-то полноценность, да, вот, ну, это не есть хорошее подспорье для выстраивания взаимоотношений, вот, то есть это, ну, необходимо иметь это в виду, вот, необходимо иметь это в виду, вот, поэтому работа над вашей, над вашей собственной ценностью и, вот, по факту, формирование этой ценности, выработка ее, замечание ее, выражение ее является, ни много ни мало одной из самых первостепенных задач, как и работа с комплексами, и работа по выходу из, как бы, созависимых отношений, потому что вы, ну, вы также созависимы, к сожалению, как и, вот, ваша мама и ваши бабушки, ну, ваши бабушки, если кто-то из них остался, еще же их взял, вот, это очень важно понимать, очень важно, очень важно отдавать себе в этом отсчет, потому что проведение личных границ между собой и другими людьми, да, необходимые условия для, скажем так, более-менее конструктивного такого существа, так скажем, вот, в вашем случае я боюсь, что ничего такого нет. Что еще важно, это формирование мужской модели поведения, если вы хотите выстраивать отношения с женщинами, то нужно, чтобы вы были мужчиной, а какой вы мужчина, вы не знаете, потому что мужской образ у вас дискредитировали, вот. И вы себе не доверяете, поэтому, возможно, ищете себе не женщину, да, а мать, вот. Такое очень часто тоже, к сожалению, происходит, вот. Поэтому, вот на это тоже хотелось бы, чтобы вы обратили свое внимание. Вот. И попытались увидеть, а женщина-то вот для меня, да, какое значение имеет. Вот. Вот. Женщина для меня. Чем я для меня какое значение имею, чем связано мое желание. Потому что, все, вы говорите больше о социальной составляющей семьи, нежели чем о личностной, эмоциональной, чувственной. Вот. Понимаете, да? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. — Установившись. — Залим, обращайтесь. — Я тебе помогу обратить, Pyraaz?